здравствуйте мои дорогие друзья сейчас начался массовый сбор огурцов я довольно таки много посадила свои теплицы и сортов и пчелопыляемых гибридов и портенокорпических гибридов и вот сейчас я хочу вам о них рассказать я вас приглашаю на дегустацию огурцов и начну я с гибрида тополек которые по вкусу мне понравился больше всего вот такой огурчик срез такой приятный пропорции очень хороший между семенной камерой и вот это вот белой частью точнее на светло-салатовая пупырышки у него редкие крупные кто любит вот такого плана огурцы милости прошу тополек это ранний пчелы опыляемые гибрид количество дней него от сходов до начала плодоношения всего лишь 50 зеленцы довольно-то крупные массой 150 120 грамм используется он и для салатов и для консервирования хотите солите хотите маринуйте очень вкусный урожай и урожайный огурец урожай него примерно 6 килограмм с метра квадратного пожалуйста гибрид f1 пчела опыляемый гибрид еще один огурчик это старый сорт тоже хороший на вкус вот такие вот зеленцы у него мелкие бугарки он на бело с шипой вот есть такое как бы правило если шипики то есть вот эти колючки у огурца вот вы их даже видите черные то можно смело огурец солить консервировать если белошипы тут уже надо посмотреть почитать про него потому что белошипы могут быть только салаты а могут быть универсального назначения и так вот такие мелкие бугарки довольно таки частые на огурцы вот такой срез у него мелкие мелкие семена у меня все огурчики я думаю опылены потому что пчелки работают там на полную мощность а у меня есть сорта и есть пустоцветы так называемая есть мужские цветы вот он сорт изящный это тоже ранний спелый сорт от сходов до плодоношения у него всего 40 50 дней растение средне плетистое масса зеленца до 140 грамм мякоть хрустящая без горечи это сорт устойчив к липковой пятнистости и обладает высокой холодостойкостью употребляется в свежем виде для засолки и для консервирования еще один сорт парижский корнюшон тоже неплохой на вкус вот такой срез у него мелкие мелкие семена бугорки редкие но довольно таки крупные форма плода к основании немножко расширенная это тоже раннеспелый сорт 45 50 дней у него всего от сходов на начало плодоношения опушение у него черное так что смело можно солить масса зеленца где-то 60 80 грамм рассаживают его высаживает его и рассадным способом и вес рассадным собирают его каждый день поскольку зеленцы небольшие довольно таки урожайный устойчив к мученистой россии и к ложной мученистой россии парижский корнюшон нежинский это тоже старый сорт огурцов он очень популярный в засоле вот посмотрите вот такие у него красивые зеленцы а бугорки у него очень редкие некрупные вот такой срез семечки здесь чуть покрытку крупнее но может быть он просто постарше по возрасту остальных и это вот очень прекрасно еще раз повторю сорт для засолки это пчел опыляемый сорт не забывайте если вы выращиваете пчел опыляемые сорта обязательно делаем прищипку над пятым листом и переводим рост на боковые плети потому что на основной у пчел опыляемых сортов мужские цветы так называемый пустоцвет а женские цветочки у него с огурчиками на боковых плетях масса зеленца 80 100 грамм длина 10 12 сантиметров назначение универсальное но очень хорош для засолки вкус великолепный урожайность около пяти килограмм с квадратного метра устойчив к оливковой пятнистости и вирусу огуречной мозаики сорт неженский еще один очень старый давать и известный гибрид который выращивается очень давно я его наверно начинала с этого заворачивания этого гибрида это родничок тоже пчел опыляемый гибрид вот такая вот форма зеленца бугорчик бугорки редкие довольно таки крупные вот такой вот срез тоже он ранний с отличными вкусовыми качествами в плодоношение вступает это на 50 день зеленец длиной 9 12 сантиметров масса 100 грамм плоды очень выровненные по форме его очень удобно закладывать в баночке для соления без горечи гибрид пчелопыляемый родничок вот все эти гибриды они в основном для открытого грунта или для временных укрытий так называемое вращивание под дугами но еще раз повторю они у меня все растут в теплице лето такое что пчел много и урожайность очень хорошая что еще у меня есть лямур вот этот огурчик мне очень нравится тоже вкусный вот такой вот у него зеленец мелкие-мелкие бугорки их много белошипой срез вот такой вот у него семена довольно таки мелкий вкус неплохой очень урожайный гибрид очень ранний 40 дней всего у него от появления всходов до созревания зеленцы у него ровненькие гибрида не все характерны тем что у них зеленцы прямо как жертвы ксерокса прямо одинаковые интенсивно зеленый цвет посмотрите вот если здесь вот посветлее видите да еще полосочки есть как матрасик такой зеленцы хрустящий вкусный подходит для теплиц и для открытого грунта можно его засаливать мариновать и есть салатах гибрид для так у меня упал тут огурчик просится просится он для камеры сейчас я с него и начну и так это зазоля огурец которая просто обязана посадить потому что пятеркой по овощеводству я обязана герману ивановичу тараканову он нас преподавал овощеводство в темирайзской академии ныне университет аграрный московский университет эргау ау и вот он автор этого гибрида зазоля гибрид устойчивый такой к заболеваниям если вот поражается фазориозом к реальным увяданием корневую гнилью огурцы этот устойчив стоит до последнего до самых холодов плодоносит салатный но я его и солила огурцы белошипы практически гладенькие кто не любит бугорки вот пожалуйста этот огурчик единственный недостаток горчит я даже вот обрезала с двух сторон и здесь и здесь горечь но что делать горечь тоже полезно почитаете про нее почему она полезна сейчас время терять не буду так что сажайте огурец будете всегда с урожаем зазоля гибрид пчела опыляемый с небольшим партонокорпическим эффектом огурец малыш тоже очень ранний где-то 40 дней у него от сходов до планоношения вот с такими полосочками семян смотрите как мало очень интересно камера вот у него такая две полосочки вот посмотрите вот здесь совершенно другие камеры семенные очень интересная камера вот такие полоски такой тоже полосатый бродучок у него вот эта часть такая тупая вкус очень хороший компактный зеленец растений кустовые слабо ветвистые и зеленцы массой 60-80 грамм крупно бугорчатые белошипы не перерастают значение салатное и для консервирования и вот еще чудо-юдо потомки китайского огурца нацу фусинари вот такое название у прародителя всех этих огурцов я сажала аллигатор и сажала пекинский гурман вот это у меня как раз и есть пекинский гурман длина мне кажется вот сколько он будет висеть столько он будет расти вкус очень хороший вот здесь вот посмотрите вот очень интересное явление когда пчелы опуляют вот такие вот длинноплодные сорта вот что произошло эта часть у меня семена щуплые не оплодотворенные а вот здесь полноценные семена вот из этой части семена можно брать и сажать но будет у вас неизвестно как гибрид это будет лично ваш гибрид вот такие вот огурчики получается если вы сажаете длинноплодные вдруг у вас вот такое уташение не пугайтесь огурцу всего достаточно просто произошло опыление ваш огурец беременной вот еще такой вариант это полностью испорченный вид зеленца вот эта часть опыленная это у меня как раз аллигатор а вот это не опыленная он перестал совершенно расти в длину иначе расти в ширину но вот опыленные они намного вкуснее чем вот эти вот совершенно другой вкус так что тут есть свои плюсы и свои минусы вот такой вот сегодня у меня обзор вот такой вот вот знакомство с сортами с гибридами огурцов которые я выращиваю в этом году всего вам хорошего обязательно пишите комментарии это для меня очень важно и очень интересно хороших вам урожаев и вкусных вам заготовок пока пока мои друзья